Возврата денег не будет. Организаторы скандального шоу «Снежная королева» подвели итоги. По их словам, рекомендованный возраст аудитории шоу был 6+, и содержание мероприятия соответствовало данному цензу. Увидеть грандиозное шоу в Челябинск приехали жители со всех районов области. Многим школьникам билеты раздали бесплатно, но родителям за билет пришлось отдать полторы тысячи рублей. Но эффекта погружения, по их словам, не получилось. Многие зрители покидали зал спустя 15 минут после начала. Говорили, что снег будет падать на зрителей, ничего подобного. Говорили, что будут актеры ходить по залу, тоже вообще ничего такого не было. Светочков, если говорить, то обманули, мягко говоря. То есть пообещали кучу всего, а то, что здесь сделано, извините. Вот это вот на уровне, ну, большого капустника. Организаторы заявили, что шоу имеет оригинальный сценарий и не является адаптацией сказки о «Снежной королеве». Однако зрители оказались не готовы к таким поворотам сюжета. А потом началось, вот, ну, извините, развратное шоу. Детям в три года могут понять, муж изменяет? А зачем это детям вообще? Недовольные южноуральцы написали коллективное заявление о возврате денег. Сначала организаторы шоу обещали вернуть средства, но позже открестились от своих слов. Тем временем мамы челябинских спортсменов, выступавших на скандальном шоу, рассказали о тяжелой подготовке. По словам родительниц, репетиции начались в ноябре и шли без выходных каждый день, даже на каникулах. Питание и горячие напитки в термосе готовили детям сами, мамы и папы. За участие никому не дали, даже шоколадки. Только вот организаторы заявили, они сами выбрали, на каких условиях сотрудничать.